Добрый вечер, уважаемые друзья! Добрый вечер, коллеги, партнеры! Возможно, гости сегодняшнего мероприятия, которое у нас проходит в режиме онлайн, презентация компании Skyway Capital. Рад вас всех видеть. Если меня слышно, видно хорошо, поставьте плюсики и сразу напишите, фонит, не фонит, громко, не громко. Потому что в последнее время что-то у меня с гарнитурой, наверное, не совсем в порядке. Вот Людмила поставила столько плюсиков, значит, она слышит и видит меня хорошо. Итак, коллеги, речь у нас пойдет сегодня о проекте компании Skyway Capital, проекте, который работает уже, скажем, в феврале, мы будем отмечать, с 2017 года. Два года как действует компания Skyway Capital, привлекает инвестиции в технологию, которую сегодня реализует группа компаний Skyway. И, в принципе, наша презентация, она будет состоять также из двух частей. Первая часть кратко о технологии по компании Skyway Capital. Дальше мы поговорим о пакетах, о возможностях инвестирования вместе с нашей компанией, о возможности стать владельцем какой-либо доли этой компании, в дальнейшем, скажем так, с крупного рынка, мирового транспортного рынка, получать либо дивиденды, да, на те пакеты долей, которые вы сегодня можете приобрести, либо просто, скажем так, реализовывать какую-то часть пакетов на рынке инвестиционном и получать серьезную прибыль. Потому что сегодня каждому человеку предоставляется возможность стать инвестором на выгодных условиях, вы становитесь совладельцами компании, что, в принципе, наверное, в мире, если поискать, то единицы таких компаний, которые на своем старте предлагают своим партнерам, инвесторам такие возможности. В принципе, пример для многих, кто последил внимательно за развитием событий в последний месяц, это мероприятие на транс, когда господин Кириченко, руководитель информационной службы, группа компании Skyway, брал интервью у руководителей проекта «Локомор», такое название германское, где люди посредством краудфандинга выделяют какую-то сумму, кто-то больше, кто-то меньше, на реализацию проекта запуска, скажем так, скоростного поезда между Берлином и Штутбергом. И этим людям не дают никаких долей компании, они не становятся совладельцами данного проекта, просто-напросто им в дальнейшем будут представлены какие-то преференции. Возможно, будут дешевле билеты при передвижении и так далее. Это то, что сказали, скажем так, руководители данного проекта. У нас же все немножко интереснее, либо наоборот, намного интереснее. Итак, коллеги, давайте будем двигаться по информации. Постараюсь презентацию провести где-то минут за 40-45. Вчера у нас прошла довольно живая и интересная презентация в Москве. Было очень интересно общаться с людьми, было интересно им давать информацию, потому что в зале, скажем так, были живые лица. По глазам было видно, что, скажем так, людям не безинтересно, что они пришли в зал не зря. Такие презентации в Москве проходят два раза в месяц, извините, как и в целом ряде городов. Поэтому внимательно следите за информацией в тех городах, где вы живете. Возможно, в соседних городах может проходить живая презентация, на которую вы можете приехать там и пригласить кого-то из своего ближайшего окружения, либо тех людей, которые в этом городе проживают. Итак, коллеги, компания Skyway Capital, человек, который сегодня является виновником всего, что происходит, он сейчас у вас виден на экране, Анатолий Дарвич Юнинский. Это российский, белорусский, советский ученый, предприниматель, изобретатель, так мы его называем. Начал свою деятельность активную, связанную, скажем так, с наукой, техникой на территории бывшего Советского Союза. Работал в Гомеле, потом работал во многих городах, да, и, в принципе, сама технология, которую мы сегодня реализуем, мы выводим на мировой транспортный рынок, насчитывает уже 39 лет. Что, в принципе, не так много, если посмотреть в целом на транспортную отрасль, ну, которая является тоже достаточно консервативной. То есть, какие-то ноу-хау реализовать, скажем так, которых не было до сегодняшнего времени, очень трудно. Да, что-то добавить такое новшество, перекрасить вагоны, либо сделать мягкими сиденьями в тех транспортных средствах, к которым мы привыкли, да, это как бы воспринимается нормально. А вот то, чего никогда не было представлено раньше, и чиновники, и люди мира бизнеса, и те, кто, скажем так, готов инвестировать в развитие данного направления, очень трудно воспринимают и понимают, о чем идет речь. Поэтому 39 лет, в принципе, не так много. Я думаю, все из вас знают хороший пример, о котором любит говорить Анатолий Беоргиевич Уницкий. Я это видел своими глазами. Я, скажем так, передвигался в 2006 году в поезде, который разгоняется до скорости 431 км в час. Это город Шанхай. От аэропорта Пудун до центра города 38 км быстрее, чем за 8 минут. Там 7 минут, около 40 секунд. Вот. Но это технология, которая разрабатывалась 60 с лишним лет. Да, в 2000 году китайцы ее купили за полтора миллиарда, а затрачено было более 6 миллиардов евро на разработку внедрения технологий. И она в единственном экземпляре там передвигается в Шанхай. Больше нигде такой трассы не построена. Мы же говорим сейчас о технологии, которые в дальнейшем планируют охватить рынок транспортный, ну, где-то в размере 30-50%. Да. Вот такие амбициозные задачи ставит перед своим предприятием, ну, перед самим собой Анатолий Дарович Уницкий. В далеких 70-х, 80-х годах, то есть в 80-х годах Анатолий Дарович стал членом Федерации космонавтики СССР. У него за все время работы, скажем, в направлении транспорта, в направлении каких-то научных работ более 140 различных изобретений. У него есть 18 монографий и более 200 научных работ, целым рядом из которых вы можете познакомиться на сайте, который видите внизу. www.unitsky.com Большое количество технической информации, экономические обоснования, почему данная технология имеет огромное количество преимуществ по сравнению с тем, что мы используем в повседневной жизни, а это автомобильный, железнодорожный, воздушный и водный транспорт. У всех у них есть какие-то преимущества по отношению друг к другу, но огромное количество недостатков. Можем затронуть только такие вещи, как безопасность, зависимость от погодных условий. Все эти транспортные системы от них зависят. Технология, которую разработал Анатолий Дарович Уницкий, она в принципе никак не будет зависеть от погодных условий. Можно будет передвигаться и снегопад, и сильный дождь, и при силе бокового ветра ураганного тоже транспортные средства будут двигаться. Вы увидите в ролике, что из себя представляет технология. Три высших образования, которые Анатолий Дарович получил, это инженер транспорта, патентное право изобретательства и строительство, проектирование высотных зданий, инфраструктурных сооружений. Он сегодня на практике применяет эти знания в реализации своей технологии. На данном слайде перечислены основные преимущества технологий по отношению ко всем тем транспортным системам, которые мы сегодня имеем. Причем, опять же, сделаю маленький акцент, мы говорим не о новом виде транспорта, не об отдельной какой-то колеснице волшебной, а о новой технологии, о новой транспортной инфраструктуре. Потому что, скажем так, и путевая структура, и пассажирские станции, вокзалы, и погрузочно-разгрузочные терминалы для грузового Skyway. Речь идет о трех сегментах транспортного рынка. Городской транспорт со скоростью передвижения от 50 до 150 км в час, высокоскоростной, как мы говорим, междугородный, международный Skyway до 500 км в час, и грузовой транспорт может передвигаться со скоростью до 120 км в час. То есть это быстрая доставка грузов из одного конца страны либо континента в другой конец. Сегодня грузы по тем дорогам, которые, скажем так, принадлежат российским железным дорогам, передвигаются со скоростью, ну, уже, наверное, порядка 8 км в час с учетом погрузки-разгрузки. Вот так у нас двигаются грузы. Я не буду сейчас заострять внимание на каждом отдельном взятом преимуществе и сделаю следующий шаг. Сейчас я вам включу ролик, который вам продемонстрирует и технологию, да, и кратко расскажет о компании Skyway Capital. Потом мы с вами сделаем акцент на основных моментах, поговорим еще немножко о тех последних событиях, которые произошли в развитии нашего проекта и перейдем к инвестиционным предложениям компании Skyway Capital. Поэтому я вас оставляю ненадолго. Ролик интересный, живой. До встречи. Немного осталось людей, которые бы совсем не слышали о Skyway. Однако даже те, кто что-то знает, полагают, что это нечто далекое, фантастическое, не имеющее лично к ним никакого отношения. Мы расскажем о технологии Skyway и ее применении, чтобы всем стало ясно, что это дело касается каждого из нас. Что же такое Skyway? Это проект транспортной системы, основанной на применении рельсов особой конструкции, располагающихся над землей. По сути, это похоже на метро, только не подземное, а надземное. Именно такое решение позволит качественно решить проблему перемещения людей и грузов по всей планете. Существующая транспортная система — это самое опасное изобретение за всю историю. Она убивает человека, разрушает почву, загрязняет воздух тяжелыми металлами и ядовитыми веществами. Поднятие путевой структуры над поверхностью Земли исключит столкновение подвижного состава с различными помехами и живыми существами и позволит обеспечить максимальный землеотвод под дорожную инфраструктуру. Транснет станет не только транспортной, но и коммуникационной сетью, по которой эффективно, безопасно и экологично будут перемещаться пассажиры, грузы, энергия и информация. Поэтому сеть Транснет будет настолько эффективной, что способна будет окупить свое создание уже только за счет своей многофункциональности. Струнный транспорт полностью разрабатывается в соответствии с требованиями стандартами ООН, ЕС и Российской Федерации. И Министерство транспорта Российской Федерации признало технологию струнного транспорта Юницкого инновационной, перспективной и поручило совместно с отраслевым центром импортозамещающих технологий на транспорте приступить к тестированию. Создателем струнной технологии, положенной в основу Skyway, является ученый-изобретатель Юницкий Анатолий Эдуардович. Почти 40 лет он работал самостоятельно. Но для проведения тщательных конструкторских расчетов и ускорения работы над проектом на базе группы компаний Skyway было создано одноименное проектно-конструкторское предприятие. Сегодня здесь работает около 170 конструкторов, дизайнеров, архитекторов, и штат предприятия постоянно увеличивается. Разработано 4 вида транспорта легкий, городской, грузовой и высокоскоростной. Городской Skyway комплекс это рельсо-струнная транспортная городская эстакада, юнибус, транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции. Пассажирский транспорт может быть навесной и подвесной. Высокоскоростной Skyway комплекс это высокоскоростная междугородняя рельсо-струнная транспортная эстакада, высокоскоростной междугородний подвижной состав на стальных колесах и транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции. Грузовой Skyway комплекс это рельсо-струнная транспортная эстакада. Грузовой подвижной состав Юникар и инфраструктура, включающая автоматизированные погрузочные и разгрузочные терминалы. Может быть подвесным и навесным. Легкий транспорт Unibike – минимизированное подвесное колесное транспортное средство на стальных колесах с возможностью движения от мускульной силы пассажиров в дополнение к бортовым и внешним источникам энергии. Первостепенной задачей для всех нас является завершение строительства демонстрационно-испытательного комплекса технологии Skyway «Экотехнопарка» и осуществить сертификацию. «Экотехнопарк» – действующий промышленный образец технологии Skyway. В нем будут представлены тестовые участки трех видов транспортно-инфраструктурных комплексов. В конце 2016 года в Берлине прошла международная ярмарка транспортной техники и транспортных систем Innotrans, участником которой являлась наша компания. На выставке были представлены два промышленных образца подвижного состава Skyway – Unibus и Unibike. Также на нашем стенде можно было увидеть мотор-колесо и охранный модуль, который предоставляется потребителю в составе интеллектуального ограждения. Уникальные экспонаты вызвали большой интерес как у профессионалов в сфере транспорта, так и у обычных посетителей выставки. Выставочный стенд Skyway стал одним из самых популярных на выставке Innotrans 2016 и вошел в топ 60 самых посещаемых из 4000 стендов. По общему мнению специалистов из разных стран, все представленные технологии являются инновационными, уникальными. По мнению Криса Принципи, американского финансового эксперта и владельца журналов Financial IT и FinFuture, технология Skyway может стать своеобразным интернетом транспортной сферы, соединив в себе не только передовые инженерные наработки, но и важные инструменты влияния на социальную сферу. Улучшение финансового положения граждан за счет снижения стоимости грузовых и пассажирских перевозок. Выставка Innotrans 2016 ознаменовалась рядом важных встреч, в ходе которых о желании сотрудничать заявили представители сразу нескольких крупных компаний, работающих на рынке транспортных услуг. По словам заместителя генерального директора по развитию Skyway Виктора Бабурина, заинтересованность проявили представители индийской железной дороги, делегации из Катара, Германии, Филиппин и других стран. По итогам выставки можно с полной уверенностью заявить, что транспортный мир принял небесные дороги Юницкого и в скором времени дороги Skyway начнут строиться по всему миру. Многие мировые организации отметили новизну решений и обоснованную пользу струнного транспорта. Технологии уже заинтересовались многие российские, иностранные корпорации, чиновники, предприниматели, крупные инвесторы, финансовые группы, фонды, государства. На данный момент компания получила более 20 предзаказов из разных уголков планеты. Одними из первопроходцев в этой области стали австралийцы. Строительство 500-метрового участка трассы будет осуществлено на территории университета Флиндерс в городе Аделаида под руководством Рода Хука, экс-главы департамента транспорта и руководителя компании RHA. Для вывода технологий на мировой рынок было принято решение о финансировании проекта методом краунд-инвестинга. Для этого были созданы инвестиционные фонды и компании, специальные платформы, одной из которых является компания Skyway Capital, которая также привлекает средства инвесторов. При этом каждый инвестор компании автоматически становится ее акционером-совладельцем, приобретая собственную долю в компании с большим дисконтом. Для реализации проекта Skyway работа была разбита на 15 этапов, от создания проектной документации до демонстрации заказчикам тестовых экземпляров. Был рассчитан необходимое количество акций, трансфер которых покроет затраты на реализацию каждого этапа. Чем выше порядковый номер этапа, тем ниже размер дисконта, с которым можно получить долю компании. Так как выполнение каждого последующего этапа увеличивает рыночную стоимость технологии, снижает риски и, соответственно, уменьшает размер венчурной премии бонуса за риск, чем по своей сути является дисконт. Всего людей, принимающих участие в проекте Skyway, более 300 тысяч человек. Присоединяйтесь и вы. Станьте причастным к крупнейшей транспортной корпорации, технологии которой вскоре изменят мир к лучшему. Это важно для каждого. Итак, друзья, вы видели в ролике, что на сегодняшний день люди, скажем так, более чем из 80 стран, а по последним данным уже, по-моему, около 90 стран, стали инвесторами нашего проекта. То есть проект развивается. И в ролике очень много сказано и про саму технологию, и рассказывается уже и о компании Skyway Tech. Она занимается приличением инвестиций. Поэтому мы сейчас с вами кратко совсем пройдемся по истории, потому что действительно все началось не год назад, не два года назад. Все началось в далеких 70-х годах нашего, скажем так, предыдущего века. И условную историю можно разбить на четыре этапа. Мы находимся на четвертом. Именно на этом этапе было принято решение привлекать инвестиции в наш проект посредством системы краудинвестинга, платформы краудинвестинга. То есть Юнистский обратился к тем людям, которым и нужен, в первую очередь тот транспорт, о котором рассказывал в ролике. И безопасный, и высокоскоростной, и комфортный, и доступный по цене, и экологически чистый, и много чего еще. Но до этого были, скажем так, три этапа, в которые каждый по-своему внесли лепту, вклад в развитие струнных технологий. И мы, в принципе, основное внимание уделяем транспорту второго уровня. И в ролике вы видели транспортные средства, которые были продемонстрированы на выставке на Транс. Но струнный транспорт, точнее струнные технологии, это не только транспорт второго уровня, это также строительство мостов по струнным технологиям. Строительство взлетно-посадных полос, аэропортов, аэродромов. Строительство струнных портов, которые могут быть вынесены в акваторию морей, океанов, озер, на естественные глубины 25-метровые, 30-метровые, которые нужны для порта, чтобы не нужно строить фарватеры и так далее. Это экономия огромного количества денежных средств, строительных материалов, людских ресурсов и прочее. Это еще и строительство высотных зданий, зданий коттеджного типа. Речь идет о линейных городах, которые будут развиваться вокруг транспортной инфраструктуры SkyWay, где у людей будет транспорт в шаговой доступности, они будут жить на земле, дышать свежим воздухом, спокойно гулять по улице, потому что никто на них не наедет, никто их не соберет. Итак, коллеги, первый этап, буквально кратко о нем, с 77-го по середину 90-х. Это первая заявка на изобретение, это первый грант Советского Форда мира на развитие технологий, первая научно-процессивная конференция по внеракетному освоению космоса, и тогда речь шла уже о струнном транспорте в том числе. Это первая публикация в прессе научной Советского Союза и других странах. 95-й, 2000-й, второй этап, когда у Анатолия Дарыча Юницкого была своя научная школа в городе Санкт-Петербурге, там он проводил большое количество испытаний продувок в аэродинамической трубе с целью придания наиболее оптекаемой формы будущему подвижному составу, снижению коэффициента аэродинамического сопротивления. То, что на высоких скоростях оказывает большое влияние на экономию того же топлива энергии, для того, чтобы передвигаться быстро. Именно в это время был получен первый грант Организации Объединенных Наций, продемонстрированы первые действующие физические модели различного масштаба от 1 к 15 до 1 к 5. Третий этап был важен тем, что у Анатолия Дарыча Юницкого в это время был полигон, испытательный участок под Москвным городом Озера, здесь недалеко, в 100 с небольших километрах от Москвы, была построена 170-метровая железная стакада, на которую взбирался ЗИЛ весом свыше 12 тонн, то есть на стальных колесах. Раньше мы на презентациях показывали короткие ролики про испытания на территории тестового полигона в подмосковном городе Озера. Полигон собирал тоже свою важную роль, потому что технология была представлена миру, то есть весь мир увидел, что из себя представляет транспорт недалекого будущего. Целый ряд международных делегаций были на этом полигоне. Эксперты целого ряда структур государственных давали свои экспертные оценки и заключения о выгоде, о перспективах применения данной технологии, о ее преимуществах по сравнению с теми видами транспорта, которые были известны на тот момент и которые мы знаем сейчас. И в принципе, важный, наверное, тоже момент, на который стоит обратить внимание, это в этот промежуток времени были заключены государственные контракты на строительство дорог в целом ряде регионов Российских Федераций. К сожалению, после мероприятия, которое, скажем так, было ключевым и, казалось бы, да, мы развиваемся, двигаемся вперед, планируем построить дорогу там от озера до Москвы, вот, и технология представляется президентом Российской Федерации, на то время и был Медведев Дмитрий Анатольевич. На госсовете в Ульяновске губернатор Ульяновской области представил технологию как перспективную, предложил внести ее в список критических, которые надо развивать на территории Российской Федерации. Скажем так, по-разному отнеслись люди, присутствующие на этом госсовете, вы можете найти ролик на наших каналах. Я вчера на вебинаре, который у нас был в 17 часов, сбросил людям, присутствующим на нем, 4 ссылки на видеоканалы группы компании Skyway, на которых вы можете найти, скажем, видеоинформацию, начиная с 2000-х годов и до сегодняшнего дня. Было бы желание, скажем так, ее искать. И там она достоверная, то есть это информация, которая идет от первого источника, от компании. То есть вы ее смело можете использовать. Так вот, Медведев тогда сказал, найдите деньги, пожалуйста, развивайте. После данного госсовета он дал распоряжение Минтрансу, чтобы тот изыскал около миллиарда рублей на развитие данной технологии в Ульяновском регионе. К сожалению, через неделю полигон в подмосковном городе Озера перестал существовать. То есть видно, так было проще Минтрансу, видно, так было проще конкурентам, государственным монополиям из сферы транспорта, чтобы транспорт, который разрабатывают ЮНИСКИ, ну, на какое-то время исчез. Исчезнет полигон, проблема исчезнет. Я когда-то в детстве смотрел фильм, который назывался «Ангар-18» про то, как, скажем так, американцы нашли инопланетян. И там в конце фильма министр обороны Соединенных Штатов говорит, что исчезнет онгар, проблема исчезнет, чтобы люди во всем начали узнавать и так далее. Ну, в общем, они взорвали этот онгар, но инопланетный корабль никуда не делся. Его стало видно всем. Важный, наверное, вывод, то, что полигон действительно показал, скажем так, что технологии есть. Были проведены большое количество испытаний в разных погодных условиях. Целый ряд методик отработан в это время. Получен второй грант организации обменных наций тоже был именно в это время, когда был полигон в подмосковном городе Озеры. Ну, и то, что Юницкий не опустил руки, после того, как полигон разобрали, продолжал вести переговоры с административным ресурсом целого ряда стран Российской Федерации в первую очередь, с людьми мира бизнеса. Но переговоры ни к чему не привели. В итоге была оценена интеллектуальная собственность, оценена была независимыми европейскими компаниями в приличную сумму, 400 миллиардов долларов США с хвостиком. И на эту, скажем так, интеллектуальную собственность была открыта компания Великобритании и было принято решение двигаться по всеми краудинвестникам, что мы делаем сегодня. На данном слайде вы видите небольшой перечень государственных структур Российской Федерации, которые давали свои экспертные оценки и заключения во время существования полигона в подмосковном городе Озера. В первую очередь, это Институт проблем транспорта Российской Академии Наук. Вы можете это тоже найти на сайте www.unitsky.com и ознакомиться с данными документами. Сибирское отделение Российской Академии Транспорта, Госпрова России, Министерство экономики транспорта, Петербургский госуниверситет, такие сообщения, Организация Объединенных Наций. То есть, двумя грантами, скажем так, голосовало за разработку и внедрение данной технологии. Анатолий Дарович Юницкий вместе с технологией со своими соратницами принимал участие в большом количестве различных форумов, посвященных науке, техники и транспорта в первую очередь. То есть, были получены целый ряд золотых медалей, дипломов, кубков, наград. Две премии «Золотая колесница» в номинации «Проект года в транспортной отрасли» они были получены. И одна из них хранится прямо напротив меня, вторая у нас хранится в КБ, которая находится в городе Миске. То есть, о технологии знают. Технология, скажем так, о себе заявила. И сейчас мы, в принципе, занимаемся тем, чтобы еще раз построить тестовый участок, так как раньше называлось, продемонстрировать возможности транспорта, сертифицировать его и выйти с готовой технологией на рынок транспорта от теми долями компании, которыми вы сегодня можете владеть, на мировой рынок финансов, на мировой рынок инвестиций. 2014 год, в котором были привлечены первые инвестиции, это был январь месяц, но он был больше установочным. Наверное, важной векой в течение 2014 года стало открытие нашего научно-производственного предприятия в городе Минске. Это было, если не ошибаюсь, 21 мая 2014 года. Ну а далее наступил 2015 год, который стал переломным. Именно в 2015 году группа компаний SkyWay определилась с участком местности, на который сегодня полным ходом идет строительство городской легкой грузовой трассы SkyWay. То, что было сделано, скажем так, то, что было в планах на 2016 год. В 2015 году также был проведен целый ряд переговоров в различных регионах мира. Это Южная Америка, это, скажем так, Днём Арабский Эмират. И дважды проводились переговоры, намечены совместные действия с арабскими партнерами. Они сейчас внимательно следят за развитием нашего проекта, за тем, что происходит на территорию Экотехнопарка, это так сегодня называется, либо Центр демонстрации сертификации SkyWay. В Минской области, потому что в январе месяце определились с этим участком. В июне месяце 22 числа мы получили в пользование, в долгосрочную аренду участок земли площадью 36 гектар недалеко от горной Мариной Горка. И сейчас и происходит, скажем так, основное действие, идет монтаж путевой структуры и в скором времени будет продемонстрирована действующая промышленная, как правильно сказать, то есть не модель, а промышленный образец нашего транспортного средства. Это будет городской юнибус 14-местный и легкий юнибайк. В 2015 году летом были проведены первые работы на территории Экотехнопарка. Сначала был субботник, потом были изыскательские работы, пробы грунта и так далее. Были получены необходимые сертификаты на ведение строительных работ от целого ряда государственных структур Белоруссии. В 2015 году состоялся первый приезд Роду Хука, бывшего министра транспорта Южной Австралии, который сегодня является руководителем нашей компании на территории Австралии, SkyWay Австралии. Далее, в 2015 году состоялась закладка нулевого километра будущей дороги SkyWay. Вы видите внизу справа на своем экране данную фотографию. Состоялась международная конференция, в которой присутствовало несколько десятков наших инвесторов, приехавших на территорию Экотехнопарка с целью высадки деревьев из своих любимых, потому что они принимали участие в акции «Посади дерево». Также осенью группа компаний SkyWay принимала участие вместе с Пуховичским райисполкомом в тендере в рамках программы «Зеленая экономика Республики Беларусь» и часть денежных средств из фонда порядка 5 миллионов евро, была бы выделена и на наш проект в том числе. Там всего принимало участие несколько десятков проектов, где-то на два десятка была разбита эта сумма. Важно еще, наверное, отметить, касаемо инвестиционной тематики развития нашей компании, то, что в сентябре был получен так называемый международный инвестиционный код ценной бумаги iSIM, процедура, которую проходят все компании, планирующие выйти на международный рынок ценной бумаги. В конце ноября группа компаний SkyWay в 2015 году приняла решение привлекать инвестиции посредством приобретения пакетов дарей компании в рассрочку. Это стало очень удобно. Удобно для инвесторов, потому что они могут инвестировать ежемесячно незначительные денежные средства. А компании удобно, потому что на 8, на 9, на 10 месяцев вперед мы видим, какие денежные средства к нам придут. Потому что рассрочки нас длительные. Соответственно, мы можем планировать те работы, которые необходимо выполнять в рамках каждого этапа развития. Всего 15, с 2014 по 2017 год. И буквально с 20 числа неделя ровно прошла, как мы перешли на 8 этап развития. То есть необходимо выполнить целый ряд работ, которые есть в перечне. Соответственно, на них нужно финансирование. И компания, группа компаний Skyway, компания Skyway Capital в частности, сейчас занимается непосредственно привлечением инвестиций. Предприятие, которое находится в Беларуси, у нас занимается реализацией технологий, строительством экотехнопарка, подвижного состава, демонстрации, сертификации. Мы же занимаемся привлечением инвестиций. 16 год, который у нас сегодня с вами, то есть вы видели уже в ролике, то есть данные документы, которые я сейчас показываю, в ролике они тоже продемонстрированы. Это протокол заседания экспертного совета Минтранса Российской Федерации. Признание технологий инновационной. Кстати, этому письму предшествовало еще такое событие, как написание письма Анатолия Даровича Миницким Дмитрия Анатольевича Медведева, где он поблагодарил его за обращение внимания в 2009 году на технологию. И написал в письме, что тот вопрос, который вы задали, найдете финансирование, пожалуйста, стройте. Мы решили. Приглашаем вас на демонстрацию данного транспорта, а в конце года Минск рублей. Приедет, не приедет, это уже его право. Далее, вы видите здесь протокол заседания рабочей группы того же экспертного совета при Минтрансе, который признал технологию перспективной. Плана, как я уже говорил, в ролике было сказано, это построить в 2016 году городской, тестовый участок, городской, легкой трассы и грузовой трассы Skyway. И сейчас это строительство ведется полным ходом. Те, кто внимательно соединился за развитием нашего проекта, видели ролики недавние, как привезли уже и путевую структуру для легкой трассы. И монтируется уже путевая структура для высокоскоростной дороги, которая планируется продлить на 15 километров и в 2017 году осуществить строительство высокоскоростной трассы Skyway. Были запланированы целый ряд мероприятий. 23-24 апреля в Минске прошел экофестиваль, на котором присутствовало более 700 человек. То есть люди смогли в первый день на территории Экотехнопарка увидеть, куда пошли их инвестиции, начиная с 2014 года. Потому что мы часто слушали, вот я деньги положил, вам отдал тогда-то, «А что вы на них сделали? Покажите мне, пожалуйста». Вот людям была предоставлена возможность приехать и своими глазами посмотреть, что было сделано в тот момент. Трое на трассы внимательно посмотрели в ролике наверняка. Там много говорилось о том, что наш стенд был один из наиболее посещаемых. В 60, скажем так, наиболее посещаемых стендов мы вошли из 2970. В последнее время вот такая информация к нам пришла, что было 2970 экспонентов. И мы вошли в 60 наиболее посещаемых. На данном выслаге вы видите официальное письмо от Министерства транспорта и коммуникации Республики Беларусь с приглашением принять участие в нашей технологии в выставке, которая проходила на территории города Минска 4 по 6 октября. Она называлась «Белорусская транспортная неделя». Там были компании «Завстри», «Латвия», «Литвы», «Польша», «Россия», «Украина», «Франция», «Швеция». Были, скажем так, очень важные моменты, ключевые для нашей компании, потому что наш стенд посетили министры транспорта Польши, Литвы и Белоруссии и был первый зам премьера Республики Беларусь, который ознакомился с технологией. Анатолий Дарович Ницкий ему передал материалы и заручился его поддержкой представить нашу технологию президенту Республики Беларусь с целью, скажем так, выделения вот того самого 15-метрового участка. Далее, буквально на следующей неделе там же, в том же Манеже, прошла выставка, которая называлась «Белорусский энергетический экологический форум». Там уже были представлены компании из 14 стран. Была экспозиция, опять же, компании Skyway, компании «Струнные технологии». Опять же, стенд посещали, скажем так, люди, которые имеют отношение к энергетике, к транспорту. Были послы целого ряда стран. И интервью, наверное, с послом Японии вы видели, там оно длится порядка 11 минут. И, в принципе, завершилось оно тем, что намечено, скажем так, взаимодействие с японской стороной, то есть весной, следующего года и, может быть, там в конце зимы состоится пара форумов, на котором будут принимать участие бизнесмены, развивающие бизнес на территории стран СНГ. Это японские бизнесмены. И вот как раз-таки в этих форумах посол Японии пригласил принять участие и специалистов нашей компании. И параллельно в Мельбурне с 11 по 14 число в октябре проходило мероприятие под названием «Ителлектуальная транспортная система». Нашу компанию там представляли «Родхук», который возглавляет, как я уже говорил, нашу австралийскую компанию, и компания «Ауркон», которая сегодня занимается сопровождением нашего проекта на территории Австралии. Специалисты, кстати, этой компании приезжали к нам в «Экотехнопарк» в конструкторское бюро в июне 2016 года. То есть они познакомились с Юницким, они посмотрели, что было проделано на тот момент, очень сильно удивились тому, что Беларусь оказывается развитой, скажем так, машиностроительной страны, и активно взялись за то, чтобы помогать развивать наш проект на территории Австралии в соответствии с документацией, стандартам, которые есть там, ну и дальнейшим сопровождением, скажем так, строительства и развития данной технологии на австралийском континенте. Все чаще в нашей компании пишут новостях. Я уже, скажем так, не говорю о тех радиотрансляциях, да, показах по телевидению целого ряда стран, которые были в начале лета. Это и Словатская телевидение, которая стала рассматривать применение данной технологии в городе Нитро. Да, они взвешивали гиперлуп стройки или хайперлуп, как это называется, либо наши технологии. Вот. Много печатных изданий, интернет-изданий, да, видеоканалов, как я вам сказал, телевизионные передачи в новостях целого ряда стран на центральных каналах телевидения прошла информация о нашей технологии. Я здесь выделил всего три слайда. Первый из них, это достаточно важно, после выставки на Транс, после мероприятия на Транс, проходил крупный банковский форум в Швейцарии. Вот. И один из посетителей нашего стенда, это Крис Принципи, у которого он владелец двух журналов из финансовой сферы, Financial IT и FinFuture. Потом в журнале FinFuture разместил статью о струнных технологиях и раздал три тысячи экземпляров тем людям, которые приехали на крупный банковский форум в Швейцарии. Далее. РЖД-партнер, то есть издание, вроде бы как, структур, являющийся нашим конкурентом, только в момент выставки на Транс, там, за четыре дня, трижды выходили статьи на страницах данного издания, и потом еще дважды они печатали о струнных технологиях, вплоть до развернутого интервью, которое брал специалист данного интернет-издания у Анатолия Дорочевеницкого. И канал Тутбай, точнее, портал, информационный портал Тутбай, это, скажем так, подобная Яндекс.ру, Мейл.ру, структура, которая работает на территории Белоруссии перед выставкой «Белорусская транспортная неделя» уделила большое место, скажем так, статье, посвященной этой «Белорусской транспортной неделе», либо «Транспортной логистике 2016», и нашей технологии в том числе, где написали, что «Белорусская технология структурного транспорта», приняло участие в крупном международном форуме транспорта на территории Берлина, и она же будет представлена здесь на улице. Это вот то, что можно было сказать кратко по технологии, старался, скажем так, не долго зависать на какой-либо информации, потому что действительно о технологии можно рассказывать много, и у нас, в принципе, проходит целый ряд мероприятий, где более подробно рассказываются технологии. Раньше был целый ряд вебинаров, там по средам, например, Сибиряков с Суходоем рассказывали 4 часа в течение среды, что из себя представляют технологии, преимущества. Сейчас они больше перешли в формат рассказывания новостей, перспектив и так далее. Хотя по технологии тоже, скажем так, дают свою информацию. Азбука в Skyway, по-моему, называется. Это вебинар в 12 часов и в 19. Компания Skyway Capital. То есть это компания, которая занимается, как я уже говорил, привлечением инвестиций в реализацию технологии, в реализацию нашего проекта. Мы являемся официальным партнером группы компании Skyway. В ролике увидели подписание договора о взаимодействии между Skyway Capital и группой компании Skyway подписанной Евгений Кудряшовым и Анатолий Дорочев-Ленинский. Компания зарегистрирована в Великобритании, является партнером по привлечению инвестиций и работает на той же платформе, как от Инвестинга. То есть, по сути дела, привлечением инвестиций посредством схемы, ну, назовем это так, микрофинансирования, то есть использование платформы микрофинансирования на выгодных условиях. Инвесторам предлагается возможность стать совладельцами технологий и даже если у вас совсем немного денежных рез, которые, предупреждаю сразу, не нужно занимать у кого-то, не нужно там брать каких-то кредитов, не нужно продавать то, чего у вас нет, для того, чтобы стать совладельцем технологии, потому что минимальные инвестиции составляют 15 долларов США. А это, в принципе, деньги, которые может сегодня инвестировать практически любой человек, кто задумывается о своем будущем, у которого есть какой-либо источник дохода. То есть, как учат люди, занимающиеся обучением других финансовой грамотности, инвестируйте ежемесячно десятую часть того, что вы получаете на рынок. Есть такая возможность, пожалуйста. Можете пятую, десятую часть из них, да, это 10%. Можете, скажем так, одну двадцатую, пожалуйста. Далее, задача, которую ставит перед собой проект компании Skyway Capitle, действительно, это благоприятные условия для каждого инвестора, отдельно взятого, то есть, чтобы люди могли комфортно разобраться в информации, не выходя из дома, имея устройство для выхода в интернет, имея собственно интернет, познакомиться со всем тем, что из себя представляет компания, технология, задать свои вопросы в службе технической поддержки либо отдел информационной поддержки в Москве. То есть, разобраться со всем и сделать сознательное движение, сознательное решение принять. Потому что не нужно, скажем так, огульно прыгать головой в омут. Я всегда говорю, что если вы доносите кому-то информацию, дайте ее качественно. Не надо перегружать, покажите несколько роликов, дайте информацию о том, что есть на самом деле. Не надо придумывать чего-то, скажем так, сверхъестественного, потому что технология этого не требует. Нам сегодня, в принципе, кому-то доказывать что-то, что мы вот тут существуем, уже не надо. На нас обратили внимание, за нами внимательно следят, уже нашлись компании, которые помогают нам развиваться и поддерживают нас в целом ряде стран. Ну и, конечно же, задача, которую мы ставим перед собой, это обеспечение всех наших инвесторов, клиентов, которые зарегистрируются на сайте, все необходимые информации о развитии проекта, о компании, о технологии, ну о новостях непосредственно компании Skyway Capital. Буквально недавно мы перешли на восьмой этап развития, то есть на сегодняшний день можно сказать, что доли компании, группы компании Skyway либо компании Skyway Capital подорожали. Почему? Потому что буквально еще неделю назад, если мы возьмем минимальный пакет с стоимостью 15 долларов, это стандартный прайс-лист, который есть в личном кабинете каждого партнера, инвестируя меньше 1000 рублей в наш проект, вы на выходе получали 540 долей компании. Сегодня это уже 450. То есть уровень доходности либо дисконт, который находится у нас здесь в третьем складе, он будет снижен. И причина простая, мы все ближе продвигаемся к моменту реализации технологии, демонстрации, сертификации. Рисковость инвестирования в наш проект с каждым днем снижается, снижается и снижается. Представьте себе ситуацию, 2014 год, январь, когда не было ничего, был Анатолий Эдуардович, в том виде, в котором он сегодня, были какие-то документы, которые мы в принципе раньше показывали на презентациях. И перспектива, что мы вот это сейчас все начнем делать, если вы нам дадите денег, и мы вас типа потом вознаградим. Представляете, какие были те люди, которые первые вложили инвестиции в наш проект? И сегодня, как они себя хорошо чувствуют? Потому что уровень доходности тогда на минимальном пакете был 250, на максимальном полторы тысячи. По мере перехода с этапа на этап, выполнение целого ряда работы и приближения демонстрации, этот уровень доходности будет снижаться. Но все равно сегодня на восьмом этапе выгодно инвестировать, потому что деньги приумножаются минимум в 30, максимум в 300 раз. Это вы видите в прайс-висте. Я выделю, скажем так, прайс-вист, который в прайс-висте сумму 1000 долларов, уровень доходности этого пакета 150. То есть на выходе вы получаете 150 тысяч долей компании. Скажу следующее, то есть потенциально мы надеемся на то, что каждая доля будет стоить к концу 2017 года 1 доллар США. У нас есть пакеты в рассрочку, которые вы можете приобретать, и мы сейчас поговорим немножко о них. Пакеты, к которым мы привыкли, они называются у нас старт-сеньор, стабильный бизнес. Пакеты, которые подразумевают инвестицию ежемесячно от 25 до 200 долларов США. 25, 50, 100 и 200. На этих пакетах есть дополнительные условия. То есть если вы готовы их выполнить, вам еще дополнительно помимо 22,5 и либо 315 тысяч долей компании будет начислено от 5 до 63 тысяч долей, если вы сделаете простые шаги. Далее у нас появился новый пакет, который называется бизнес-старт. Это тоже, скажем так, пакет, приобретаемый в рассрочку. На нем тоже есть дополнительные условия. Если вы готовы оплатить, скажем, в течение суток два платежа по 300 долларов, то к 75 тысячам долей компании вам сразу добавится 24. Очень выгодный дисконт. Для людей, проживающих на территории Центральной, Восточной, Западной Европы, которые попросили нас ввести более крупные пакеты инвестирования, были в июне месяце введены пакеты с номиналом от 500 долларов ежемесячно на 10 месяцев до 5 тысяч. Выгодный дисконт, который, скажем так, выше, чем в стандартном прайсе, которые мы с вами смотрели. И есть большое количество людей, которые двигаются по этим пакетам, приобретают эти доли компании, то есть у них уже как минимум миллион 150 тысяч долей компании и до 14 миллионов. Пакет малыш и пакет студентов. Это те пакеты, вот видите, мы здесь специально, скажем так, сохранили на презентации, мы всегда говорим людям, это пакеты, которые вы можете оформить только на детей несовершеннолетних. Да, рассрочка открывается легко, вы покупаете первый пакет, но когда вы будете оформлять, там будет жестко прописано правило, что можно оформить только на тех, кто несовершеннолетних. Поэтому внимательно, пожалуйста, следите за тем, что вы делаете в личном кабинете. Новые пакеты, мультипликатор, они интересны тем, что вы, например, берете рассрочку, 100 долларов в месяц, 250 долларов в месяц, либо 500 долларов в месяц. В зависимости от того, какую рассрочку вы выбрали, вы ее выплачиваете, то количество долей компании, которая есть в каждом из этих пакетов, вам начисляется, и плюс к тому, что у вас было в личном кабинете уже, у кого-то может быть 100 тысяч, у кого-то 500, у кого-то миллион, у кого-то 3 миллиона долей компании. Это суммируется и на сумму начисляется либо 1%, если вы выбрали рассрочку, скажем так, по 100 долларов ежемесячно, либо 2% на все количество акций, что есть в кабинете, либо 3%. В принципе, как я говорил, это очень выгодная рассрочка для тех людей, которые уже являются нашими партнерами давно, и они хотят приумножить то количество долей компаний, сделать еще больше, увеличить свою процеду. Далее, пакет «Анатранс», он к нам снова вернулся, потому что он был с июня месяца по мероприятию, которое проходило в городе Берлине, единственное, что уровень доходности дисконт у нас здесь начинается со 150, как и в стандартном процессе. Если вы в течение месяца по этой схеме будете двигаться не позднее, купите следующий пакет, соответственно, вам уже начислить 200 тысяч долей, и если вы купите третий, 250 тысяч долей. Вы можете это делать три месяца подряд, не позднее, чем 30 дней после покупки предыдущего пакета, либо сделать в течение трех минут. Один купили, второй, третий, и вам будет начислено 600 тысяч долей компании за 3 тысячи долларов. Дальше, у нас есть разовые пакеты, которые имеют высокий номинал для покупки 5 тысяч, 10 тысяч, 25 и 50 тысяч долларов. У этих пакетов есть дополнительное преимущество, это деревья, которые можно приехать на территорию к технопарку, высадить редкой породы, и там табличка еще ваша будет. То есть, фактически, увековечить себя как инвестора, который принял участие в данном проекте. Для людей, которые не безразличны к деньгам, которым, скажем так, совсем не безразличен уровень дохода сегодня, у нас есть партнерская программа и есть бонусный акционный счет, на который идут начисления, если вы помогаете нам делать товарооборот. Посредством информирования своего окружения о нашем проекте, о технологии, о возможности получения дохода, о возможности стать инвестором, о возможности утилизировать то лишнее время, если оно у кого-то есть, да, о возможности получить, скажем, возможность самореализации и повысить чувство собственной значимости, потому что есть такие люди, да, большинство из нас хотели бы, скажем так, чтобы нам кто-то просто говорил иногда спасибо, потому что это приятно. Так вот, для людей, которые активно развивают партнерскую программу, есть специальные пакеты, которые вы можете приобрести только с бонусного счета, на которые у вас идут начисления в соответствии с партнерской программой, которая есть в нашей компании. А что по себе представляет вообще, если взять отдельную партнерскую программу, это отдельный вид бизнеса, который вы можете развивать сегодня, не дожидаясь выхода группы компаний Skyway на мировой транспортный рынок технологий и на мировой рынок инвестиций и финансов с теми долями компании, на которые вы будете получать дивиденды в дальнейшем, да, вот каждого построенного километра дорог, от многочисленного количества адресных проектов, которые потенциально сегодня уже висят и ждут, да, когда мы продемонстрируем технологию, дальше пойдет уже, скажем так, отработка документации в привязке к конкретным участкам местности, там, во что это будет выливаться и так далее, и так далее. А сейчас вы можете создать свой собственный бизнес, при этом, скажем так, не делая каких-то тяжелых физических усилий, просто работая с информацией и донося другим то, что понравилось вам. Вот вчера мы говорили на живой презентации, что в принципе каждый из вас ежедневно занимается так называемым MLM бизнесом. Вы что-то покупаете в магазине, вы куда-то ходите и вам кто-то нравится. Кино, там, я не знаю, отдыхаете где-то, катаетесь на коньках, там, не важно что, да, то есть вы получаете от чего-то удовольствие. И вы непроизвольно об этом рассказываете своему окружению, которое вас окружает в повседневной жизни. И кто-то пользуется тем, что нравится вам, о чем вы красивые просто рассказали, от души, да, как говорится, без всякого камня за душой. Вот. Но вам за это не платят денег. Если вы будете рассказывать о нашей технологии, приглашать своих партнеров потенциальных на такие вебинары, которые сейчас проходят, на живые презентации, люди будут получать информацию даже не от вас. Это самое, это может быть даже важный момент. То есть вам не надо никого уговаривать. Они могут получить информацию от человека, которого не знают, который, скажем так, находится где-то, может, даже в другом конце, да, получит ответы на свои вопросы и станут вашими партнерами. Вот если вы это будете делать, люди будут становиться инвесторами, вам за это будут платить деньги. В соответствии с партнерской программой, которая есть в нашей компании. Завтра в 13 часов по массиву мы будем о ней говорить. И по вторникам, в 18 часов, о которой мы о ней рассказываем. Преимущество достаточно большое количество у нашей партнерской программы маркетинг-плана, да. Ну, в принципе, она в чем-то уникальна, как и большинство из них. Она проста. Довольно высокий процент выплат вы можете получать до 20% от привлекаемых инвестиций и большая глубина. Вас никто не ограничит в количестве тех людей, которых вы можете пригласить с этим за собой. И даже инвестируя всего 15 долларов в наш проект, вы можете стать крупным инвестором, потому что вам будут эти начисления поначалу только на бонусный счет. Сейчас у нас партнеры, консультант получает начисления на бонусный счет. А начиная с квалификации лидера, если вы будете развиваться, активно строить партнерскую структуру, начисления будут идти еще и на акционы. С акционного счета вы сможете приобретать пакеты долей компании, не вкладывая живые деньги, как мы это говорим. Для тех людей, кто активно развивает партнерскую программу, есть еще простые простецкие инструменты в личном кабинете. Это план вознаграждения, с которым можно ознакомиться, скачать на компьютер и делиться информацией своим окружением. Это реферальные ссылки, первый ваш инструмент, по которым регистрируются первые ваши партнеры. Прежде чем получить реферальную ссылку, вам нужно подписать партнерское соглашение в личном кабинете. Тогда будут доступны вот эти разделы инструментов партнеров. Баннеры для тех, кто умеет развивать бизнес в сети интернет. То есть, если вы плаваете как рыба в воде в инфобизнесе, у вас есть, например, блоги, либо сайты в интернете, вы можете выставить баннер, который будет у вас моргать красивыми картинками 24 часа в сутки. Люди, нажимая по нему, будут выходить на наши интернет-ресурсы, ознакомливаться с информацией, нажимать кнопку регистрации. Таким образом, у вас может быть большое количество людей в вашей структуре партнерской, которых вы не то что, скажем так, не знаете. Они живут совершенно на другом конце земного шара. Потому что, я говорю, преимущество баннеров, они стоят на вашем сайте 24 часа в сутки. Когда вы спите, когда вы отдыхаете и так далее. Раздел новостей в личном кабинете партнера в разделе событий также является инструментом, который позволяет вам делиться информацией из новости в соцсетях, в которых вы зарегистрированы. И люди из этих соцсетей точно так же, как и по баннеру, могут становиться вашими реферальными партнерами, потому что к новостям из личного кабинета пришита реферальная ссылка. Пристроченная, как я еще иногда говорю. К инструментам можно отнести вебинары и презентации, которые проходят у нас в режиме онлайн. К инструментам можно отнести презентации, которые каждый день у нас проходят в живом формате в целом ряде стран и регионов. Это обучающие мероприятия, которые проводятся также в режиме онлайн. Лидеры наших структур делятся своим опытом, как вам правильно развивать партнерскую структуру, на что обращать внимание и так далее. Ну и, конечно же, это периодически промо-акции нашей компании, о которых мы всегда рассказываем нашим партнерам. То есть есть, как правило, выгодные пакеты по сравнению с обычными, и они действуют очень долго. Расписание мероприятий, которые могут являться инструментами, вот это онлайн, оффлайн режим, вы можете найти в разделе «События личного кабинета» в расписании вебинаров. Две таблицы, где есть онлайн мероприятия, ведущие, тема, ссылки, по которым вы можете заходить. И есть, скажем так, города, прописанные по датам, где проходят живые презентации с указанием фамилии ответственного человека и телефона. На сайте www.unitsky.com каждый понедельник выходит расписание на неделю вперед с точным указанием адреса и времени начала презентации. В принципе, вам даже не надо звонить никому и уточнять, где это будет проходить. Зашли на сайт www.unitsky.com открыли, посмотрели, ага, у вас там в городе есть друзья, знакомые, коллеги по работе, партнеры по бизнесу, вы можете их пригласить на живое мероприятие, они получат информацию, получат ответы на свои вопросы, придут вечером в интернет, с вами свяжутся и в принципе могут стать вашим партнером. По большому счету, то, что я вам хотел рассказать на презентации, ну, видите, немножко больше, то есть у меня получилось, мы в одну минуту начали, не 45 минут, а 47. У каждого из вас есть отличная возможность стать участником крупного, инновационного, инвестиционного проекта, приложить свои физические, моральные, духовные усилия, финансовые, скажем так, сбережения, которые у вас есть, вы тоже можете использовать наш проект в целье при умножении этих денежных средств. Ну и здесь наши контакты. Москва, улица Щепок 22, рядом с нами находится гостиница Ибис, пешком от метро Серпуховская где-то 5-6 минут, от Павелевской может быть там 6-7 минут, в зависимости от того, как быстро вы ходите. Если вы хотите приехать там в офис, увидеть, что мы такие есть, тоже премия золотая колесница, предварительно нужно позвонить по телефону, который вы видите на сайте и сказать, что вы являетесь инвестором и хотели бы приехать в офисе, чтобы вам уделили там 10-15 минут. У нас работа идет каждый день, активная работа, то есть пока просто экскурсии, праздно шатающихся людей по офису не устраивается. У нас здесь нет музея. На этом у меня все. Какие вопросы, у кого есть, можете писать здесь в чате. Сейчас я смотрю, есть ли возможность получить наклейки. Вы знаете, пока ничего не могу сказать по поводу наклейок на авто. Я своими глазами их не видел. Я знаю, что когда-то там у параллельной развивающейся компании такие наклейки были. Для этого, может быть, надо уточнить непосредственно в корневой компании. Давайте этот вопрос просто себе запишу сейчас. Наклейки на авто. Я знаю, просто наши партнеры делали сами. Дмитрий Клоков, если не ошибаюсь, он сам себе делал. Вы знаете, по поводу Анатолий, по поводу мероприятия вчерашнего, зайдите, пожалуйста, на сайт вебинаров компании Skyway Cape. Это тоже ссылка, которую я давал вчера. И там вы можете, я думаю, в разделе видео найти запись вчерашнего вебинара. Я хотел ее попридержать, потому что, вроде бы, хотел больше людей прийти, но пришло, как всегда, порядка 20 тысяч небольшим человек, которым это было интересно. На нашем видеоканале там есть запись вчерашнего мероприятия. Судя по тому, что вопросов больше не возникает, я понимаю, что вроде бы, надеюсь, по крайней мере, что дал понятную информацию. Если понравилась презентация, можете поставить какую-нибудь цифру. Дальнейшие вебинары будут проходить в таком же ключе, не затягивая, не пытаясь, скажем так, чьи-то уши растянуть и так далее. Будем говорить кратко о том, что есть, никого не будем уговаривать. Если вам интересна данная форма, вы можете приглашать на данное мероприятие своих потенциальных партнеров и будем вместе с ними дальше двигаться по жизни. Я не могу сказать, что я обладаю какими-то волшебными способностями по уговариванию тех, кто не хочет ничего делать и, в принципе, я этого делать не стремлюсь. Ну, по крайней мере, могу сказать, что я говорю спокойно. Я стараюсь всегда доносить информацию, хоть я и говорю сейчас, якую, да, это некрасиво и сам этого не люблю. Я не люблю говорить того, чего нет. Поэтому с удовольствием буду наносить информацию тем, кто вас окружает, помогать вам в чем-то, если нужна такая помощь. Ну, а всем хорошего вечера. Завтра в 13 партнерская программа. В следующей неделе примерно в том же режиме. Понедельник, вторник. Кстати, по Москве есть интересная информация. Мы сегодня уже дату установили презентации. 8 и 23 ноября состоятся живые презентации в городе Москве. По тому же адресу. Спасибо за внимание.